Всем доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим такой ВСТ инструмент, как виолончель. Причем это виолончель, знаменитые виолончелистки нашего времени Тины Гуо. Если вы не знаете, кто это, можете погуглить, посмотреть. У нее очень много концертов. Это довольно-таки молодая виолончелистка и очень талантливая, но и на данный момент очень хорошо распиарена. Выбрал я этот именно инструмент из-за того, что мне понравился звук. Он очень классно звучит и в миксе, мне кажется, те, кто пишет инструменталки или вообще какие-то композиции под видео, под кино, это очень подойдет. Вот. Пробежимся с вами сейчас по интерфейсу быстренько. Собственно, вот плагин так выглядит. Вот. Настройчик. Здесь можно поменять картинку. Это обязательно вообще очень важная прямо штука. Далее смотрим. У нас есть две кнопки Main и FX. Main – это то, что сейчас мы видим. То есть основная картинка FX переключается на картинку уже с инструментами, такими как реверт, дилей, компрессор и эквалайзер. Соответственно, мы можем настраивать, включать, либо выключать данный элемент и настраивать так, как нам нравится. Кроме этого, здесь и также есть преседы, которые вы можете выбрать. Их тут штук. 10-10 преседов готовых. На ваш вкус можете поюзать. Мы это посмотрим тоже. И есть кнопочка, ну, типа рандома. Он ставит рандомно. Ну, мы сейчас перейдем к тем настройкам, которые были изначально. Переходим обратно в Main. Между прочим, можно создавать свои преседы и потом их здесь сохранять. Переходим обратно в Main. Смотрим. Также здесь есть переключатель Legato, либо Sustain. Здесь также есть настройка импульса. Кто знает, что такое импульс? Ну, грубо говоря, это, наверное, реверберация. Та же самая. Вот. То есть можно выбрать холл. Какой большой он должен быть, концертный холл или так далее. Есть крутилка, стерео панорама. То есть можно ее расширить, либо наоборот ее сузить. Здесь сужение стерео панорамы, здесь будет расширение. Это тоже мы покрутим. И Teams Mix и Rough Mix. Здесь, то есть, более сырой без обработки. Здесь уже более обработанная будет звучать запись, которая более впишется в микс. Послушаем с такими настройками сейчас звучание. Хочется сказать, что мне понравилось по звучанию очень этот инструмент. Очень классный. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас попробуем поменять некоторые настройки и будем слушать, как, собственно, будет изменяться звук. Субтитры подогнал «Симон» Также можно перейти. И во вкладку «Фикс». И, соответственно, самому, как я говорю, уже настроить, либо же воспользоваться пресетами. В принципе, остальные пресеты тоже можете. прослушать потом уже сами. Каждый выберет для себя подходящий. Каждый настроит под себя. Мне кажется, и найти этому инструменту применение в миксах можно довольно-таки опять же в разных областях, не важно в принципе, что это будет, но мне кажется, очень классно будет подходить для какого-нибудь такого стиля музыки типа поста, либо для музыки именно инструментальной, либо чего-нибудь в стиле амбиента. Мне кажется, вот особенно ценителям амбиента и любителям написать музыку именно в таком стиле будет очень полезен этот инструмент. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду рад всегда ответить. Всего доброго!